всем привет так сегодня хочу сделать котлеты микроволновки но не простые с овощами как бы овощные котлеты я делаю рецепты для микроволновки для тех кто не дома на даче например на юге кто отдыхает как бы этот вот блок я открыла именно для этого и продукты я стараюсь для этого для этих рецептов выбирать те которые именно на юге более приемлемо не пойдете же в магазин покупать целую капусту чтобы добавить вот сюда кусочек капусты поэтому вот пекинскую капусту мы все на юге покупаем больше часть потому что салаты многие делают с этой капусты сейчас я вот так вот взяла несколько листиков пекинской капусты вот эти вот эти листочки можно на салат использовать а вот эти вот сюда ближе к плотному такому я вот потру и добавлю к мясу потру я вот все овощи я на мелкой терочке вот эти овощи капуста картошка и лук я потру сейчас на терке и добавлю к фаршу я возьму немножко фаршами на несколько котлет конечно находясь дома я бы не стала заморачиваться вот так скрутила бы все на блендере и все когда нет техники когда нет плиты а есть только микроволновка то вот нужно попробовать этот рецепт вместо фарша можно взять грудку замороженную грудку взять и потереть ее вот на этой крупной терке в общем я предлагаю вам несколько вариантов почему потому что ну не всегда вот это не те рецепты которые вот четко там все что вы положено вот так 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 сделайте просто на выбор я вам предлагаю а вы уже там пожалуйста вот я потерла овощи я беру много овощей получается почти один к одному посолим конечно же так черный перец я добавлю немножечко теперь мы разобьем сюда яйцо и добавим где-то ложку манки и все это хорошо вынесем если будет казаться что сильно жидко можно добавить еще даже манки немножко я взяла немного совсем всего и поэтому как бы яйца наверно многовато ну добавлю еще с полу ложки манки все и теперь оставим этот фарш немножко чтоб напухла манка и потом делать котлеты будем делать котлеты сухари я не буду здесь добавлять просто вот так сформирую котлетки и все я взяла такую тарелку побольше и поставлю в микроволновку минут на 5 на 7 сверху лучше конечно крышкой накрыть если крышки нет для микроволновки может быть тарелку какую-то взять прошло пять минут сейчас нужно постараться котлеты перевернуть так я их перевернула и теперь на каждую котлетку добавим по маленькому кусочку масла сливочного уже конечно и растительным чуть-чуть смазать ну вот с маслом мне нравится больше более нежные будут и еще на пару минут все постояли постояли котлеты наши еще две минутки кто-то если хочет чтобы котлеты были слегка как бы поджаренные вот сейчас можно перевернуть вот так котлеты и поставить еще на пару минут они внизу тогда даже немножко как бы поджарится но мне лучше такая легкая пища поэтому я уже этого не делаю разрежем за 7 минут на полной мощности у меня это 1000 котлеты абсолютно готовы овощные полезные прекрасный ужин но если кто захочет на обед готовить так то можно добавить какой-нибудь гарнир на обед себе я буду делать тоже такие же котлеты только я взяла здесь обычную капусту картошку лук все это прокрутила на блендере мелко видите как также проще удобней добавила также манку уже постоял вот у меня фарш и теперь я буду тоже делать котлеты котлеты и буду запекать в духовке и для духовки я вот буду формировать котлеты с сухарями вот такие котлетки небольшие я буду делать сформировала я котлеты выпекать ее буду на листу в коврик положила в коврик смазала маслом и котлеты сверху слегка вот так я смажу тоже масло чтобы сухари не оказались вот такими сухими масло чуть-чуть попитает все плиту мы нагреваем до 160 градусов не очень горячо и выпекать будем котлеты сначала минут 15-20 потом надо будет посмотреть если выделиться много сока не надо будет ничего делать а если будет сока мало можно будет добавить немножко воды все ставим в духовку прошло 15 минут сока почти совсем нет и поэтому я сейчас чуть-чуть добавлю горячей воды прям немножко чтобы они чуть-чуть пропарились и не подгорели и еще на 10 минут я думаю 25 минут для котлет вполне достаточно будет котлеты наши готовы если любите более поджаристые можно подержать еще минут 5-10 мне достаточно 25 минут на 160 градусов котлеты прекрасно я попробовала прям нежные диетические котлеты получились когда терто на терке видно вот овощи видите ну когда ешь оно не чувствуется а в этих котлетах даже не чувствуется овощи потому что на блендере все перекручено очень мелко муж уже попробовал тоже сказал очень вкусно на сегодня все всем пока 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 пока